Hello, hello! Приветствую вас, дорогие друзья! Вы смотрите канал OK English. С вами Елена Викторовна, и мы с вами работаем над английским словарём среднего уровня, уровня intermediate. Я думаю, что вы уже готовы поучить новые слова, тем более на данном уровне возникает особая необходимость в знании слов, потому что вы начинаете читать, всё больше читать более сложную литературу, не адаптированную, вы начинаете смотреть фильмы в оригинале, фильмы, сериалы, шоу, и вы понимаете, что английская речь – это не только базовый словарь. С грамматикой тут уже всё более-менее ясно, а вот со словами всё больше возникает вопросов. Итак, мы с вами проходим 92-й урок. Это слово smell, которое переводится как запах. В данном случае smell – это существительное, но также глагол smell присутствует в английском языке и переводится как пахнуть или вонять. То есть интересный вариант. Smell не несёт какой-то ярко выраженной краски. Smell показывает, что запах есть. А какой запах мы уже показываем с помощью дополнительных слов, но также есть и свои уникальные слова, которые связаны с приятным или наоборот с неприятным запахом. Итак, друзья мои, ну вот смотрим на картинку, мы сразу понимаем, что цветочек пахнет. Пахнет, да? В русском языке слово пахнет и явно несёт позитивный оттенок смысла. Давайте посмотрим, что у нас в английском, как обстоят дела. Итак, все представленные слова сегодня – это также существительные. Smell, odor, aroma, scent и stink. Ну, давайте посмотрим, что же означает каждая из них. Smell – это у нас базовый термин, базовое понятие. Smell – something which you can sense with your nose. Запах – это что-то, что вы ощущаете носом. То есть вот ваш орган восприятия запахов в нос, он ощущает smell. Я люблю запах кофе. То есть вот тот запах, который он источает, он не хороший и неплохой, он просто есть, я его чувствую носом, и мне он нравится. I love the smell of coffee. И тут the smell – характеристика тот самый кофе, который вот сейчас пахнет. She noticed the smell of gas downstairs. Она почувствовала запах газа внизу. То есть она заметила этот запах. She noticed a smell. И еще обратите внимание, что smell в данном случае мы воспринимаем как исчисляемое. То есть какой-то конкретный запах, источаемый газом. A smell of gas. И где? Downstairs – вниз по лестнице. Думаю, что с базовым термином все понятно. Двигаемся дальше. Odder. A smell is specially an unpleasant smell. Это запах. Иногда воспринимается как любой запах, даже приятный. Но очень часто воспринимается как неприятный запах. То, что в русском языке называется с душком. Вот в английском это odor. Odder. Odder. Более точно, да? Ну, в быстрой речи будет первое O немножко смазываться, хотя здесь звук дифтонговый, то есть двойной. The odor of rotten eggs. Запах вонючих яиц. Ну, такая неприятная сразу вещь. Сразу все поморщились, когда представили этот запах. И действительно запах It's very unpleasant. Yes, very unpleasant smell. Odder. Rotten – это сгнивший или испорченный. Мы уже знаем это слово. Ну, и экс, соответственно, яйца. Далее слово aroma. Aroma. Ну, очень похоже на русское слово аромат. И поэтому, как бы, нам его легко запомнить. Причем в русском языке аромат несет позитивный оттенок смысла, но в английском также. Aroma is pleasant smell of something you can eat or drink. То есть аромат – это приятный запах того, что вы едите или пьете. То есть аромат в английском языке источает какая-то пища, да, какой-то продукт или вещество, которое можно употребить в пищу. The aroma of freshly baked bread – аромат свежевыпеченного хлеба, который хрустит, да, магия хруста и аромат. The aroma. Aroma. Сразу возникают ассоциации слова с ощущением, да. Ваша задача в этот момент эти ассоциации как бы представить, визуализировать, да, ощутить на себе, и вам будет намного проще запомнить данные слова. И, по-моему, слово odor похоже на французское. Adore – как-то так оно читается. Я не очень хорошо знаю француз, но такое слово там есть. Ну, в принципе, давайте еще раз. Smell – просто запах, то есть то, что мы улавливаем носом, без какой-то характеристики. Odor – запах, скорее, неприятный. Aroma – запах, приятный в плане еды, да. То есть мы это чувствуем и хотим это съесть. Ну, еще два слова. Scent. Вот такое вот слово. Не знаю, почему трудно его прочитать. Видимо, первые две с сбиваются толку. Просто scent. Я написала вам транскрипцию. A pleasant smell of a particular type. Scent – это приятный запах какого-то типа. Какой-то, я не знаю, какого-то чего-то, да. Определенного типа. Давайте так. The scent of flowers in the garden. Запах цветов в саду. То есть, давайте, отличие. Aroma – это запах, скорее, пищевой. А scent – это, опять же, приятный запах, но он вообще ко всему относится. Не обязательно это будет пахнуть пища. И, скорее, scent – это запах, не связанный с пищей. А, скорее, там, с духами, я не знаю, с цветами. Ну, с чем-то таким, да. The scent of flowers in the garden. Тоже все просто. И последнее слово – stink. It's informal and it means a very unpleasant smell. Stink – это вонь. Вот сразу на картинке понятно, что такие вонь. И часто можно встретить выражение this stinks, ну и вонь. Это воняет. В данном обороте stink – это глагол. Но мы проходим слово stink как вонь, как существительное. И это слово сленговое, то есть оно разговорное, да, в официальной речи оно не употребляется. Просто запоминаем. То есть для официального, для хорошей компании, да, для вежливых, приличных, воспитанных людей у нас есть odor. Для друзей, знакомых, родственников и просто. Для неформальной компании у нас есть stink. The stink of cigarette smoke – вонь, дыма от сигарет. Да, то есть действительно этот запах, он неприятный, он воняет, даже курильщикам он воняет. И говорим the stink of cigarette smoke. Ну и в принципе слова на сегодня закончились. Как видим, урок очень маленький. Давайте повторим еще раз слова, которые нам встретились. Окей, smell – it's the basic term. Synonyms are odor, aroma, scent and stink. All these words are nouns. Smell – это запах любой, odor, запах скорее неприятный. Aroma – запах пищевой приятный. Scent – запах приятный, но не связанный с едой. И stink – это запах неприятный, вонючий. Да, и вот запах цветов мы теперь знаем. It's the scent. Okay, smell – something which you can sense with your nose. I love the smell of coffee. She noticed the smell of gas downstairs. Odor – a smell especially an unpleasant smell. The odor of rotten eggs. Aroma – a pleasant smell of something you can eat or drink. The aroma of freshly baked bread. Запах – это что-то, что вы можете воспринять своим носом. Мне нравится запах кофе. Она почувствовала запах газа внизу. Запах скорее неприятный. Это запах, в особенности, который нам неприятен. Вонь от гнилых испорченных яиц. Аромат – это приятный запах того, что можно съесть или выпить. Аромат свежего выпеченного хлеба. Сент – a pleasant smell of a particular type. The scent of flowers in the garden. Stink – it's an informal word, a very unpleasant smell. The stink of cigarette smoke. Запах приятный – это хороший запах чего-либо. Запах цветов в саду. Вонь – это разговорное слово. Очень неприятный запах. Ужасный, отвратительный запах. Вонь от сигаретного дыма. Ну и в принципе, друзья мои, на сегодня все. Мы разобрали с вами все слова. Как видите, урок очень простой. Но я надеюсь, что он был для вас полезен и информативен. Если это так, не забудьте нажать лайк, оставить свой комментарий. Я рада, что вы просмотрели данный урок. Помните, что курс еще не закончен. Новые слова будут появляться. Мы с вами на букве S. Мы двигаемся по алфавиту. Соответственно, еще впереди очень много английских букв и много уроков. Как минимум, уроков 50 еще мы с вами запишем. И до скорой встречи. Wish you all the best in your studies. Keep improving your English vocabulary. And see you next time. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok